Итак, мы продолжаем. Сюжет посмотрели. У нас в гостях Виктория Кучерявенко, психолог. Здравствуйте. Виктория Ивановна, сразу же возникает вопрос, как подобные вещи, подобные случаи можно воспринимать? То, что случилось, ни в коем случае не должно быть поводом для того, чтобы навешивать ярлыки на других специалистов в области дошкольного образования, потому что я так думаю, что эта ситуация единичная, и когда происходят такие вещи, то, конечно, они требуют разбирательства. Потому что если ребенок в своей жизни встречается с подобным поведением педагога, когда он подвергается унижению, оскорблению, то, несомненно, такое поведение оставляет отпечаток на формирующейся личности, в первую очередь страдает, конечно же, эмоциональная сфера ребенка. А эмоциональная сфера, если она нарушается, то нарушение в эмоциональной сфере служит основой для возникновения в этом дальнейшем проблем в поведении ребенка. В любом случае это требует разбирательства, это требует того, чтобы в определенной степени наверняка был контроль за тем, чтобы подобные явления не повторялись. А родительский контроль, видеокамеры? Рабительский контроль в том числе. Видеокамеры, наверное, имеют в определенной степени свое оправдание. В том плане, что повышается ответственность того, кто воспитывает ребенка, кто находится рядом с ним за свои действия. И, соответственно, таких случаев можно избежать. Но вообще, конечно же, надзор под камерами, воспитание под камерами, оно чем-то даже напоминает какое-то тюремное воспитание, на мой взгляд. Оно не является в достаточном мере свободным. Потому что человек, скрывающий свои злые умыслы, даже под камерами может оказывать психологическое давление. Не физическое, а психологическое. Психологическое давление иногда может быть еще страшнее, чем физическое. Камера может констатировать только факт, скажем, физических наказаний. Камера может не констатировать факт, скажем, давления психологического в виде слов, в виде угроз. Вы можете угрожать ребенку, не прикасаясь к нему, и это еще страшнее. Как быть с детьми, которые подверглись вот такому обращению стороны воспитателя? Когда ребенок сталкивается с такой ситуацией, несомненно, требуется вмешательство специалиста, в частности, психолога детского, который владеет всеми приемами диагностики, коррекции подобных состояний. И в определенной степени, если ситуация уже зашла очень далеко, то требуется помощь, конечно же, детского психиатра. Какие мысли по поводу того, что подобные ситуации являются единичными? Согласны, нет? Я бы не сказал, что они единичные, сколько в России таких случаев, и они фиксируются постоянно. Каждый раз мы видим, когда там обращение, как няни обращаются, например, с детьми, были всякие репортажи. Частные детские садики как-то не смотрят за детьми, не облегают. Но всегда казалось, что как-то нас это не коснется, а тут прямо. На самом деле, да, было много ситуаций и случаев в России, о них рассказывали открыто. Был случай в Азербайджане тоже недавно. И это те случаи, которые становятся по тем или иным причинам достоянием общественности. Здесь, на самом деле, важно отметить, что мы все родом, в первую очередь, не из Тирасполя, Бендер, Рыбницы и Григориополя, а мы все-таки все из детства. И уровень последствий подобных вещей даже представить себе порой бывает сложно. И то, что там зачастую происходит в детских садах, все-таки оно часто не становится достоянием общественности. И насколько мы знаем обо всем, что там происходит с нашими детьми. Вопросы у нас остаются, они есть. И система в этом плане, безусловно, должна быть более открытой. Потому что, когда у нас накануне в программе специального разговора был председатель Государственного таможенного комитета, у них, если имеет место, например, факт взятки или злоупотребления должностными и полномочиями, они сами выносят это на широкое обсуждение. УНО в этой ситуации, а к нам просто обратились родители, в этой ситуации реагируют не так, как бы нам хотелось. Они пытаются замять, они говорят, что мы бросаем на них тень. А в конечном счете, они просто боятся за свои места. Вот и все. Ни разу в разговоре со специалистами УНО у нас не прозвучало. Даже не зашла речь о правах в данном случае одного пострадавшего ребенка и как это на нем отразилось. Они беспокоились об общественной реакции, о последствиях, о имидже УНО. Обещали обратиться в госадминистрацию, к президенту, просто ко всем. На самом деле мы действуем строго в рамках закона о средствах массовой информации. Это давление, оно никакому результату не приведет. Мне бы хотелось отметить, что образование — это система. В системе есть определенные элементы, которые требуют единства целого. Система себя защищает. Система себя защищает, совершенно верно. Здесь ведь вопрос еще и в том, что те, кто таким образом обращался с детьми, были уволены по собственному желанию. Мы по-прежнему хотим разобраться в этой ситуации, почему так произошло, как будет дальше реагировать прокуратура, и как можно гарантировать, что подобные случаи не повторятся впредь. У меня реплика, если позволите. Ведь человек с большим стажем педагогическим, дошкольным образованием. Вот мы говорим, что система себя защищает. Этот вопиющий факт стал известен только в этом году. А сколько покалеченных душ детей благодаря тому, что система себя защищает, извините, мы не знаем. А ведь защищать себя можно по-другому. Можно отбрасывать подобные элементы. Вот это защита системы, а не кооперировать их и устраивать круговую порогу. Я бы хотела сказать, что здесь может быть речь идти, если вы говорите 40 лет стажа, о профессиональной деформации. Есть такое явление в профессиональной деятельности, которое достаточно широко изучено. И со временем в тех профессиях, которые относятся к профессиональной схеме человек-человек, зачастую возникает ситуация, когда из-за чрезмерного, избыточного общения с другими людьми возникает ситуация эмоционального опустошения. И в большей степени страдают педагоги, врачи, те, кто находится в очень близком контакте с людьми. Те профессии, которые требуют большой самодачи, большого выплеска энергии на работе, вот они наиболее подвержены такой деформации профессиональной. А выход какой тогда? Вовремя уйти? Вовремя уйти. Либо осуществлять профилактические мероприятия в процессе выполнения своей профессиональной деятельности. В соответствии с теми, всеми основными рекомендациями, которые даются по ходу, скажем, там, работы. И в первую очередь, прежде всего, имеется в виду наличие такого очень важного качества, я бы даже сказала, что это требование к личности педагога, которое невозможно сформировать у него, если у него никогда этого не было, это любовь к детям. Если мы говорим о требованиях к личности педагога, то это выступает первейшим необходимым. Там, где она есть, она всегда очевидна. Это легко всегда отличить. А если ее нет, это и любви к детям, любви к педагогической деятельности, то вы никакими программами в университете, никакими курсами это не сформируете. И человек, никто это не диагностирует, никто не спрашивает студента на входе в педагогические специальности, ты любишь детей или нет? Ты пришел сюда, любя детей, любя эту сферу или нет? Или потому что у тебя была безвыходная ситуация, и ты пошел только на эту специальность, потому что на другие тебя не взяли? Или ты живешь рядом, и тебе удобно учиться? Да, в системе образования зачастую родителям говорят, но это же заслуженный педагог, это же 40 лет стажа, это же 5 медалей за заслуги и так далее. Это не интересует родителей, их интересует любовь к детям, чтобы ребенок в школу или детский сад просто шел с удовольствием, а не со слезами на глазах. Недавно на просторах интернета как раз появилось видео, как подростки, дети издеваются над человеком, но... Ну, с больным человеком. Ну, говорим, да, как оно есть. Он не такой, как все, у него своя психология, у него свое понимание мира. Может быть, кто-то его встречал, может быть, кто-то его видел. Его зовут Олег по бендерам по Тирасполе, его тоже очень многие знают. Он когда-то играл на баяне, да, пел, ну, тем самым зарабатывал, причем его большая часть любили, знали. Ну, что это такое, я не понимаю, оставьте меня в покое, я не прошу. Что такое же меня? За что я тебя спрашиваю? Я тебе 2 рубля отдал, иди отсюда! Отвяжи от моего от меня! Отдал эти 2 рубля, и ты уже поставил от меня! Виктория Ивановна, как вам кажется, почему подростки, они сами по себе, по природе такие жестокие, да, у них гормональный фон там меняется или что? Или, возможно, это следствие таких случаев, о которых вот мы говорили? Тут большая комплексная проблема, особенно то, что касается современных детей, современных подростков. То, что вы говорите, что подобное поведение может являться следствием подобных воспитательных воздействий, о которых мы сегодня говорили, это одна из причин. Вторая причина – это подростковый возраст и желание самоутвердиться. То есть современная система, социальная система, она таким образом строит поведение возраслеющего человека, что он должен, во-первых, быть агрессивным и предприимчивым, быть лидером. Лидером, да. И плюс ещё, возможно, в данном случае, если мы видим такие, то, что представлено на видео, в данном случае ещё есть личностные деформации подростковые, акцентуации характера, связанные с жестоким поведением. И в дальнейшем, если это не пресекать поведение, то такой человек становится уже потенциальным преступником. Такие ситуации необходимо пресекать, потому что сначала такие подростки тренируются на слабых, на животных, на людях, которые не могут дать отпор, а затем они уже переходят на совершенно трёх. Это страшно. А вот семья. Из семьи же тоже очень многое идёт, да? То есть это только возраст может на это влиять, только интернет, где посмотрели что-то. Или, возможно, у таких подростков дома тоже что-то не то. Возможно, учитель у него был любящим, а родители, например, не очень. Роль семьи как первейшего института воспитания никто не отрицает. Семья является главнейшим институтом воспитания, базовым. И всё то, что происходит с ребёнком в его дальнейшей жизни, сложно те проблемы, которые возникают на его пути взросления, скажем так, спихнуть только на школу или на педагога. Несомненно, роль в таком поведении большую играет и родители. И поэтому все те особенности в поведении, особенно то, что связано с жестоким отношением к людям, с жестоким отношением к животным, всё это берётся, корнями уходит далеко в воспитательное воздействие, либо их отсутствие со стороны родителей. Если посмотреть когда-то на улицу, вот какой-то ребёнок мнёт кошку или собаку, и родитель может просто посмеяться и не обратить на это внимания, а другой объяснит, сядет или… Другой пресечёт это тут же и не даст возможности развиваться такому поведению дальше. Наши студенты всё время на практике, и мы очень жёстко подходим к той ситуации, когда они выходят, например, с тренинговыми занятиями, формируем эмпатию, формируем добрые отношения друг с другом. И вы знаете, что многие родители против этого? Почему? Потому что они считают, что добрым быть нехорошо, что эмпатийным, отзывчивым, чутким – это значит быть слабым. А жизнь такая сложная, да, надо оборудоваться. В современных условиях многие родители требуют достаточно жёсткого отношения своих детей к существующей ситуации, к другим людям. И поэтому мы очень осторожно подходим к подобным вещам. Если раньше, в наше время, это было необходимым, требуемым условием возрастления человека, то теперь мы 10 раз спросим, а можно ли вашему ребёнку… Сделать его добрым. Да, сделать его добрым. Вы разрешаете это сделать или нет? Это проблема. Да. Да.